Прежде всего, хотелось бы поблагодарить вас за то, что вы сюда приехали. Для нас это огромное удовольствие и большая честь. Мы это очень высоко ценим. Я бы изменила немножко ход своей презентации, потому что, к сожалению, основной докладчик, которым является Михаил Гершович, он является экспертом в этой области, но, к сожалению, сегодня его нет. Потому что он в командировке, поэтому я его презентацию сначала сделаю, а затем в ходе дискуссии, пока мы обсуждали, что сегодня нужно здесь доложить, мы говорили о том, что мы должны говорить прежде всего не о каких-то, так скажем, теоретических стандартах, а о том, что мы делаем каждый день. Презентация будет по-русски. Он сделал презентацию по-русски из организационных вопросов, но я буду говорить на английском, чтобы все меня поняли. Итак, я полагаю, что в начале сессии я сделаю такую вот, я потом сделаю комбинацию, так скажем, презентации своей и презентации Михаила Гершовича. Представлю и стандарты, и также дам вам представление о клиническом отделении радиологии. Итак, я немножечко расскажу также о том, что мы делаем в научно-исследовательском направлении, но мы будем говорить не только о голове и шее, мы будем говорить, собственно говоря, обо всех опухолях, которыми занимается наше отделение. Итак, что же мы делаем? Мы лечим приблизительно 120 человек с опухолями головы и шеи в год. И среди этих пациентов приблизительно четверть – это пациенты с опухолями полости рта. Четверть пациентов – это пациенты с рота и гортанно-глоточными опухолями 23%, 20% – это гортань, 11% – это опухоли носоглотки, полости носа. Затем 10% – это слюнные железы и приблизительно 2% – это неизвестная этиология, неизвестная локализация опухоли. Мы можем разделить пациентов условно на две большие группы. Это стадия 1-2, то есть регионарные локализованные опухоли, которые можно лечить хирургически, потом химиотерапией или химиолучевой терапией. И еще одна большая группа 3-4 стадия, где мы имеем комбинацию методов или химиолучевые методы только. Обычно в нашей практике, очень часто, мы используем комбинированную терапию. Это означает, что это химиолучевая терапия. В некоторых случаях, как уже мы говорили, это цисплатин плюс лучевая терапия. В некоторых случаях это карпоплатин плюс фторурацилы и лучевая терапия. Итак, каковы же у нас показания для послеоперационной лучевой терапии? Они являются классическими и они взяты из рекомендаций, которые мы имеем на сегодняшний день. Пациенты со стадиями ПТ3, ПТ4. Эти пациенты проходят лучевую терапию без каких-либо сомнений. А пациенты, у которых стадия ПН1, это пациенты с лимфоваскулярной или перенервальной инвазией. Иногда хирурги задают нам вопросы. Если они не уверены в стадировании, то мы также с этими пациентами имеем дело. Химио-лучевая терапия у послеоперационных пациентов, как правило, проводится в случаях, если у нас есть положительные края резекции. И также те пациенты, у которых, так скажем, у которых было метастазирование или у которых было распространение опухоли. Если мы говорим о дозировках, клинические положительные боля – это 66 грей, не меньше, если мы говорим о первичных опухолях. И особенно, если мы говорим о крупных опухолях, то, как правило, это не меньше 70 грей. Если мы с вами будем говорить о франкционировании, то франкционирование дозы является традиционным во всех случаях – это 1,8 до 2 грамм на фракцию. Иногда у нас, так скажем, есть определенные перерывы на выходные или на какие-либо государственные праздники. Если мы говорим о послеоперационном облучении, то в этом случае лужа исходной опухоли может облучаться в дозе приблизительно эквивалентно 60 грей. Особенно, если это не очень крупная опухоль. И если у нас есть экстракапсулярная инвазия, то в этом случае мы можем давать буст приблизительно на 4-6 грей в довершении к нормальной стандартной дозе. Если мы говорим о обостаточной опухоли, то в этом случае у нас буст будет до 70 грей. Если мы говорим о профилактическом облучении или облучении, так скажем, клинически невовлеченного, незатронутого лимфатического узла, то в этом случае дозировка будет между 50 и 54 греями. Безусловно, мы также делаем симуляцию на 3D-симуляторе, делаем всю компьютерную топометрию во всех случаях. В большинстве случаев, приблизительно в 80-90% всех случаев мы используем и МРТ. В более простых случаях мы используем 3D-конформную лучевую терапию, особенно для облучения гортани. Но все зависит от объема облучаемой поверхности и также от соотношения и прилегающих здоровых тканей. Мы можем давать бусты регионарно. И с прошлого года в некоторых случаях мы начали использовать у пациентов с раком языка, стали использовать брахиотерапию. Но мы находимся на самых начальных стадиях, так скажем, изучения этого вопроса. Это один из примеров комфортной лучевой терапии. Это еще примеры, потому что меня попросили представить, так скажем, стандартные планы, которые мы взяли из нашего оборудования. Вот это плоскоклеточный рак носоглотки N2-3. Вы видите, что это высокодозный регион, много лимфатических узлов в лечение. Это профилактическая лучевая терапия и вот это первичная опухоль. Это типичный план пациента с раком языка без инвазии в лимфатические узлы. Вы видите, здесь высокая доза дается в первичный узел. И профилактическое облучение 50 грей билатерально в области шеи. Вот это N+, рак корня языка. Вы видите, здесь первичная опухоль. Профилактическое облучение. Это T4N0. Это рак гортани. Вы видите, здесь объем облучения также. Вот это еще один случай объема облучения у пациента с метастазом плоскоклеточного рака в лимфоузлы. Это аденокарсином около ушной железы. Почему это может быть интересно? Почему так важно посмотреть на это распределение? Потому что в недавнее время в соответствии со стандартами мы стали лечить лимфатические узлы с двух сторон билатерально. И мы задумались, возможно, этот объем можно сократить. И именно поэтому мы начали, в общем, развивать эту концепцию еще с начала века у пациентов с раком молочной железы. И с 2011 года приблизительно мы начали проверять концепцию лимфлоу-гайдед радиацион терапии для пациентов с раком корня языка. Что мы делаем? На самом деле, процедура очень похожая, как для биопсии сторожевых узлов. Приблизительно это 1-2 часа после инъекции мы видим распределение сторожевых узлов и узлов второго эшелона, так скажем. Которые также накапливают радиоизотопный препарат. Вы также видите, что это так называемые горячие узлы. По факту они также являются сторожевыми. Это правда для нашей ситуации, как для рака молочной железы, так и для рака головы и шеи, особенно если вы используете нано-коллоиды. И мы действительно полагаем, что те узлы, которые накапливают радиоколлоиды, они являются теми узлами, у которых будет самая высокая вероятность наличия злокачественного процесса. Соответственно, мы можем найти их либо с одной части шеи, либо у пациентов с током лимфы в тот или иной узел. Мы находим накопление препарата только у лимфатических узлов, которые находятся с той стороны, куда идет отток лимфы. Соответственно, мы можем это определить при помощи гистологии. Мы можем взять биоптаты. И вы видите, что наши коллеги делают стандартные лимфодисекции. Мы можем проверить, так скажем, корреляцию с топографией затронутых, пораженных лимфатических узлов. И посмотреть также на топографию накопления изотопа. Что мы знаем на данный момент? Дело в том, что двусторонний отток лимфы – это 58% случаев. Это означает, что 40% приблизительно у них будет односторонний отток. И это означает, что у этих 40% пациентов мы сможем снизить объем облучения значительной степени. Во многих случаях односторонний отток лимфы – это приблизительно 4 мм от срединной бороздки. И вот это стандартный объем облучения – это объем, который мы можем предложить у пациентов с односторонним оттоком. И если вы видите здесь драматическое, значимое снижение объема, и что самое важное, мы, по большому счету, можем сохранить одну оклоушную железу. В некоторых случаях у нас есть очень ограниченный отток лимфа в лимфоузлы. Не только он односторонний, но также он идет до уровня лимфатических узлов, уровня первого или второго только. В этом случае мы можем сократить теоретически, безусловно, объем облучения вообще больше, чем в три раза. Но наша гистологическая верификация говорит нам о том, что мы должны быть крайне осторожны в подобных ситуациях, потому что вполне возможно, это будут пациенты с односторонним оттоком, с односторонним облучением, но мы не сможем сократить облучение со стороны пораженных лимфатических узлов. Вот это планы, которые я предлагаю вам сравнить. И вы видите, что здесь объем облучения, мы можем снизить его. И какой же будет у нас итог, исход этого исследования, этих случаев, мы пока не знаем. Я полагаю, что... Я также должен сказать пару слов о брахиотерапии. Я полагаю, что мы это обсудили, в общем-то, в деталях. Когда мы с вами говорим о пациентах с опухолями головы и шеи, мы, конечно же, совсем как дети с точки зрения брахиотерапии. Сегодня мы только начали, но я думаю, что мы будем ребенком, который будет расти очень быстро. Сергей Николаевич, есть вопрос? Спасибо большое. Очень интересная презентация. Вы сказали, что вы лечите 120 пациентов в год с опухолями головы и шеи. Да. И тогда у вас должно быть несколько центров в Санкт-Петербурге, потому что ваша популяция, население, да, больше, чем в Стокгольме. Да, но мы же лечим не только из Санкт-Петербурга, а с северо-запада. Также к нам приезжают пациенты. Вы знаете, даже из Петербурга будет достаточно 120 пациентов. Из Санкт-Петербурга это не так уж и много. А если у нас другие центры, вот в чем заключался у вас вопрос. Да, да. Потому что рак головы и шеи должен быть также распространен в вашем населении, как и у нас, поскольку у вас и курение распространено, и злоупотребление алкоголем. Да. Вот буквально 200 метров отсюда у нас городская больница, которая также лечит этих пациентов. К сожалению, у них нет такого оборудования. Они не могут, например, проводить радиотерапию и МРТ они не делают. Не всю лучевую терапию они могут предоставить. Именно поэтому эти пациенты также лечатся на юге нашего города. Это городской онкодиспансер номер один, наверное. По-моему, нет у них номеров, хотя я не уверен. Но это тоже очень большая городская клиническая онкобольница. Они также лечат подобные случаи. Некоторые из них также направляются в другие онкологические клиники. Но фактически три крупных центра лечат пациентов с опухолями головы и шеи в городе. И эти 120 пациентов – это не все пациенты из Санкт-Петербурга. Некоторые приезжают из северо-запада России. Второй вопрос. Есть ли у вас регистр национальный? Онкорегистр. Я скажу, что я бы ответила на этот вопрос не совсем прямо, потому что у нас есть регистр для северо-запада Российской Федерации. Это точно. И он ведется идеально с моей точки зрения. И в большинстве регионов России у нас есть некоторые некие регистры, локальные, так скажем, местные регистры, которые также регистрируют пациентов в некоторых регионах лучше, в некоторых хуже. Затем вся эта информация стекается в виде отчетов от регионов в центральный институт в Москве, институт имени Герцена. И затем они делают отчеты по стране. Есть определенные недостатки, проблемы, лакуны в этой системе, безусловно. Но я не являюсь статистиком. Именно поэтому я не смогу вам сейчас оценить масштаб бедствия и, в принципе, размах проблемы. Повышается у вас заболеваемость этими видами рака или нет? Ну, честно говоря, честно говоря, я не знаю. Ну, в общем, онкозаболевания растут. Курение снижается или наоборот? Ну, знаете, если я подумаю о себе, вот люди, они прекращают курить, зачастую бросают курение, но пить начинают гораздо больше. И в реальности, если мы серьезно будем отвечать на этот вопрос, то надо сказать, что люди, они курят меньше сегодня. Они начинают курить меньше. А вот то, что касается злоупотребления алкоголем, вот уж здесь я не знаю. Скорее всего, не сокращается у нас злоупотребление алкоголем. Не меняется ситуация к лучшему со временем, потому что есть возможность пить больше сегодня. Если есть возможность пить больше, почему бы не пить больше? Зачем пить меньше? Вы очень опытный клинический онколог и лучевой терапевт. Скажите, пожалуйста, когда вы говорите, что брахиотерапия может быть интересна для опухоли головы и шеи, вы используете разные современные техники. Почему вам так интересно брахиотерапия? Почему вам кажется, что брахиотерапия – это что-то, что нужно развивать? Но прежде всего я хотела бы еще раз подчеркнуть, что я не чувствую себя очень опытным лучевым терапевтом в онкологии. Но я могу сказать, что я огромный фанат брахиотерапии из-за возможности понижать дозу. Если вы стоите наверху холма, например, то вы на вершине мира, ничего не находится рядом с вами. Поэтому брахиотерапия интересна, как вот такая вершина холма, как буст, который вам нужен время от времени. Если он вам нужен, конечно. Конечно, она может быть весьма интересна во время вторичной лучевой терапии. Если у вас небольшие, маленькие объемы, даже если они не маленькие, может быть определенное преимущество. Может быть, вы подумаете, что я сумасшедшая, но есть какие-то опухоли, где мы пытаемся использовать брахиотерапию для опухолемягких тканей, где у нас приблизительно 1 литр объема, где брахиотерапия не является типичным методом выбора. Но если вы знаете объем, если вы четко знаете, что этот объем правильный, тогда брахиотерапия может быть весьма многообещающей, особенно если критическая ткань, так скажем, здоровая ткань, прилегает очень плотно. И тогда я являюсь абсолютным фанатом брахиотерапии. Рак предстательной железы. Здесь мы просто фанаты. И РМЖ, и опухоли головы и шеи. Я думаю, что это интересные области применения. И на самом деле есть что-то, связанное с брахиотерапией, как протоны, например. Это тоже надо изучать. Спасибо большое за наступление. Я хотела добавить единственное к первому вопросу, что у нас появилось много пациентов 18-19-20 лет, молодился рак. Вот это у нас раньше не встречалось. А теперь у нас на сегодняшний день лежит пациент, рак гортоноглотки 19 лет. То есть мы встречаем чаще, чем раньше. В этом мы немного удивлены этим.